Всем привет, друзья и товарищи! С вами Рин. Мы снова вещаем из Эриксона, школы-интернатов, в которой остановились Клем и Эйджей на своем бесконечно длинном пути. Не сказать, чтобы мы произвели такое уж хорошее впечатление на всех обитателей этого интерната, поскольку они, я думаю, возлагали на нас больше ожидания. Но так получилось, что мы поладили не со всеми. Хотя и притащили сумки полной еды, но при этом могли оставить за собой нежелательного свидетеля, если, конечно, он остался жив. Или, если вдруг этот самый свидетель принадлежал какой-нибудь группировке, то не исключено, что его люди могут сюда подтянуться. И тогда всем подросткам из Эриксона будет плохо. Но я просто стараюсь об этом не думать, потому что чему быть того не миновать, а загадывать заранее лучше не следует. В общем-то, мы сейчас снова направляемся спать. И я надеюсь, поспать нам дадут. Вот наша 201-я комната. А что, ты думал, что тут толпа зомбиков будет? Нет. Два минуты. Скажи, что ты спишь, а потом мы увидим. Так, ну он хотя бы научился спать на кровати. Да, только ни одного не застрелили. Это, конечно, был мой промах уже. На том ранчо, куда его еще маленького отправили, да? Нам бы хоть показали это в воспоминаниях Хейджей или Клементины. Эх, условия ты мне еще ставить будешь. Так, ну что, у нас передышка, да? Нам в прошлой серии мальчик по имени Теннесси подарил рисунок. Я думаю, что сейчас мы сможем его повесить на стену. А с этим что мы сможем сделать? Просто посмотреть на него, да? Эй, нам покажут? А, взглянут на рисунок Хейджей. Кстати, положить искусственные цветы, точно. Я думала, что мы их на братские могилы положим. Но оказывается, что можно будет просто на полочку. На самом деле, я думаю, что в этом... Я думаю, что в этом есть свой подвох. То есть, вот мы будем обставлять комнату, да, украшать ее какими-то рисунками, а потом в самом конце четвертого эпизода бабах, и Клем не станет. И как бы, и зачем мы это все обставляли, украшали, непонятно. Но если бы это была моя комната, я бы постаралась ее чем-нибудь украсить. Если продолжишь рисовать, то, наверное... Не знаю... Научишься. Вот почему, когда я в комнате, камера все-таки не настолько себя ужасно ведет. Вот не никак, когда надо было убегать от зомбиков. Ну, не столько убегать, сколько сражаться с ними, да? Все-таки здесь как-то поспокойнее. Хорошо, хорошо. На что мы еще можем посмотреть? Рюса? А что это за шум? Как будто кто-то чем-то тарабанит. Прям отчетливо слышно. Мы еще можем с Эйджейм поговорить. Наверное. А, ну и все. Ну ладно, я так понимаю, мы все возможное здесь уже сделали, все осмотрели, поэтому задуваем свечку. И... В смысле отойти? Куда отойти? И зачем? По зову природы ты имеешь в виду? Просто, ну... Как бы непонятно. А, или отойти от стола, типа не задувать свечу. А, в этом смысле. А то я думаю, куда она отойдет? Ну нет, будем задувать, конечно. Потому что нам пора байнике. Какой-то стишок даже придумали, смотрите. Как-то мне обидно. Он ведь умеет стрелять. А когда мы попросили его выстрелить и помочь нам, то, по сути, и облажались. Кто-то ходит и разговаривает. Мне кажется, поспать нам не дадут. Что-то происходит. Если это Марлон и Асим ссорятся. Уже. Или это Броди? Я слышу женский голос. Ш-ш-ш-ш. Не может быть такое, что нас прямо в первом же эпизоде выгонят из Эриксона? Я надеюсь. Мы не можем это сделать? Да не факт, ты знаешь. А если... Если этот гад остался в живых и выследил нас, и пришел сюда. Или его дружки какие-нибудь. Вот не верю я, что он один шатался. Мне кажется, он в любом случае бы сюда приперся. А-а-а. Ты серьезно хочешь пойти и проверить? А что у нас тут? Да уж. Сон это очень ценная вещь. Я люблю спать. Так, кстати, там какой-то календарик, да, у нас висит. Но мы на него посмотреть не можем. Там кто-то дни зачеркивал. Ладно, на выручку так на выручку. Но мне это, конечно, все не нравится. Идите на шум. Подожди. Я в ту сторону иду. А, значит, мне не сюда. Неужели там зомби? Да ну нафиг. Это не здесь? Ну-ка, дальше. Это неправда. И ничего больше не разобрать. Зачем ты в окно выглядывала, если там ничего не было? Это здесь? Бейсмент. Подвал. Мне не нравятся эти крики. Какие-то уж слишком они жесткие. Дверь подвала во дворе. А мы успеем? Вдруг там кто-то нибудь кого-нибудь переубивает, а? Пока мы дойдем. Клем, во что ты влипла на этот раз, а? Ну, играть бы в ходячих было не так интересно, да? Если бы все было так спокойно. Это понятно. Ой, как шумно. Дождь пошел, что ли? Судя по всему, да. Да нам даже эту карту толком не дали рассмотреть. То есть теперь придется бегать самой и искать. Кстати, вот на шифте она у меня должна бежать. А, она бежит. Она и бежит. Все верно. Но камера... Камера как-то крутится сама. Вот сейчас она у меня почему-то вниз опустилась. Так, и где же мне... Где же мне найти? Вот это значит... Подожди, это мы отсюда вышли? Вроде бы да. Вот сейчас камера сама крутанулась влево. Это вот вообще нормально? Не туда, а куда? В ту сторону, что ли? Дай... Не крутитесь, пожалуйста. Давайте тогда будем их ходить спокойно. Может быть, где-то вот действительно с левой стороны. Тут еще и не видно ни черта. Все такое темное. А вот это вот не может быть? Оно, походу. И что? Тут наконец-то перевод дали. Неужели это Абель? Да ладно. Взломать замок. А чем? Скажите, пожалуйста, чем я должна его... У меня тут нет уже что-то типа инвентаря, да? Ничего такого вроде бы нет. Чем я могу его взломать? Значит, надо поблизости что-то подыскивать. Что-то... А, у нее ведь была... Как ее? Монтировка, не монтировка, но что-то ведь было. А, ну, погода, подожди. Нам надо понять, чем можно взломать. А я пока что-то не въезжаю. Подобрать здесь какую-нибудь палку, может быть? Так, ну, это костер. Это столы, за которыми они ели. И тут ничего... И тут ничего такого нет. Флагшток, я думаю, нам не поможет. Нам не предложат на него взглянуть? На самом деле, наверное, лучше было бы вернуться в комнату, взять с собой рюкзак или что там у тебя было. Хотя бы там пошариться. Ножиком, не ножиком, не знаю. Здесь у нас просто диванчики. Мне кажется, пока мы будем тут искать, чем можно взломать замок, люди оттуда уже уйдут. Десять раз. Stay strong. Что тут еще, может быть, написано? Не видно. Что я ищу? Зачем я вообще сюда пришла? Мне не дадут сюда зайти? А сюда тоже не дадут. Ой, кепочка-клем прямо передо мной. Не, ну там было действие только изучить висячий замок. Все. Я больше ничего не могла с этим сделать. Как-то... Что-то сложно. не похоже это на ходячих, чтобы они прям делали какой-то суперсложный квест. Дело-то ведь здесь совсем не в этом. Ну, что-то я не понимаю, что от меня хотят. Может, камень какой-то просто подобрать надо? Да-ка, где его взять? Наверняка, что тут полно камней валяется. Я, может, просто могла проглядеть. А, точно, точно, вот, вижу. Взять кирпич. Тяжелый, как бы. Ну, правда, что еще про кирпич сказать? Так, а теперь... А теперь, друзья, товарищи, где тут были эти двери? А, двери здесь. То есть мне даже далеко ходить не надо было. Давай. А вот что делать с русским языком, я не знаю. Видимо, тут по умолчанию все решили перевести, даже кнопки. Блин, такой урохот был. Наверняка ее услышали. Ух, сейчас что-то будет. Как там был этот мем или не мем? Не знаю. Ща будет мясо. Свои ли это или чужие? Вот в чем вопрос, понимаете? Вроде. Эта девчонка, значит, все-таки разошлась. Значит, она их знает. Она знает, кто это. А Марлен пытается ее успокоить. Это я. Вы меня разбудили. Да, ты так орала, знаешь. А, теперь, значит, ты так со мной разговариваешь? По-моему, вы говорили как раз-таки обо мне. Господи, у него глаза прям черные. Что? Кто? Твою мать. Он же не мог ее убить, просто ударив фонариком. А, он ей просто бурок рассек, видимо, и все. А что, если он сейчас ее... о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о? Офигеть, она что, ослепла от такого удара? Клема не с таким справлялась Значит, вот так вот Я-то думала Значит, он настолько не справляется Со своими обязанностями Но ему стыдно это признать Да камон, он ее убил, просто ударив фонариком Что? Что за тупость? Вот чего-чего А этой смерти я не ожидала То есть, правда Он таким добреньким был Позволил нам остаться Какой же ты слабый, оказывается Блин, ну Чего от него ожидать, если он подросток? Без взрослых все-таки плохо Видите, что происходит? Не то, чтобы я его осуждала Так, что мне надо найти? Что мне надо найти? Мне нужно подобрать фонарик или как? А, найдите фонарик Вот так история Ну, блин, постоянно на протяжении всех этих сезонов Были, как бы, так сказать, хорошие компании И плохие компании Которые друг с другом Соперничали Она что, отползла куда-то? Она уже превратилась, походу Да? Она уже превратилась Сейчас откуда-нибудь Со спины нападет Линейка очень тоненькая А куда тебе линейка? На что она тебе нужна? Господи, что за хоррор начался? Не видно ни черта А она где-то Она где-то там Может быть, она за стеллажами прячется? Подожди Походу, я ее видела Нет? А, там мячик Баскетбольный Где-то она должна быть здесь Может быть, с этой стороны Тут какой-то Тут какой-то рычаг Мы ничего не сможем с ним сделать, да? Вроде, куда ты делась, мать твою? А, ну конечно Мы только что прошли Мимо этой лужи крови Ее там не было А теперь она там оказалась Мистическим образом Так, давай-давай-давай Ползи, моя дорогая Ползи Как дверь-то открыть? А, линейкой Ох-ох-ох Вот это там гроза Хватай же, давай Какой страшный звук Надо успеть, надо успеть, надо успеть Кто б сомневался Нет-нет-нет Только не это действие А, я успела На сей раз я успела Вроде, прости меня Это, это прям жестоко Но ножа у нас не было И приходилось действовать, чем было Вот это трэш, ребята Кто у нас в первой части был? Похожий паренек, который тоже Но он не сдавал Он часть припасов отдавал вражеской группировке Его Бен, кажется, звали, да? Это был парень-студент И, по-моему, Ли тогда его простил Но Бен Там до конца Не помню до какого эпизода Он себя все время корил И, по-моему, пожертвовал собой И этот момент меня тогда очень сильно потряс Вот, и здесь Схожая ситуация То есть Марлона понять можно, конечно Тем более, что он подросток еще Ой-ой-ой Это еще не все Успокойся А, теперь ты хочешь это все так выставить? Негодяи А я-то ему симпатизировала Кровь на лице у тебя А, нет Я думала, противостояние будет между двумя парнями Но это эпичнее Но она превратилась Козел И все это происходит под ливнем и в грозу Не трогай Эджи Со спины Кровь на лице Они могут не поверить Клементине запросто, потому что она чужая, а он свой. Но больше было некуда идти. Правильно, конечно, они не обязаны ей верить, но я не знаю, чем доказать. Броди-то мертва. Луис, Вайолетт. Елки-палки, а я-то была уверена почему-то, что мы с тобой... Надо было все-таки к Луису обращаться, скорее всего. Это, видимо, потому что мы на рыбалку с ней не пошли. Не знаю, почему я выбрала Вайолетт. Что? Что? Ты поверила мне! Но похоже, что сейчас ее и убьют. Если я ее подставила... Амар, Асим, Теннесси, Луис... Неужели мы убедили? Так объясни! У меня даже игра подвисает, что, в общем-то, неудивительно. Сейчас на нас еще собака бросится, будет весело. Амар, Асим, Теннесси. Всех остальных или себя самого? Это значит, что Тен стал и нам теперь больше доверять? Да? Интересно, как? Мне показалось, ты ничего не хотел. А, все-таки ты испугался. Ну, конечно. Наглядный пример того, что случается с людьми, когда... Они взваливают на себя слишком многое. Ух ты ж, блин! Я надеялась, она сама его отнимет и спокойно. Он сейчас выстрелит. Нет, не выстрелила. Все живы? Прости, что пришлось тебя... А, нет, он в сознании. Я закончила. Я закончила. Я закончила. Ну, это, видимо, не мне конец, а я сдаюсь. О-о-о-о! Ну, я, конечно, оптимистка. Я не хотела бы отправлять его в подвал. Это Эйджей. Теперь нас точно выгонят отсюда. Ну, что ж ты натворил? Ну, кто тебя просил? У? Прекрасное завершение первого эпизода. Потрясающе! Потрясающе. Ох. Значит, здесь у нас будет то же самое, как и было в новом рубеже. Будем смотреть выборы уже в самом-самом конце. Выходит, Марлон по-любому должен был умереть. Ну, по-любому, да? Эй-Джей бы и так, и так выстрелил. Хоть мы бы приняли решение отправить его в подвал. Хоть бы приняли решение изгнать. Все равно. Песенка из заставки. Но даже не знаю, что сказать на это, если честно. Мне очень нравится. Сюжет классный. Как они все это дело завернули. Подростки одни в заброшенной школе-интернате как-то пытались выживать. Кто-то один взял на себя смелость управлять всей этой большой группой. Но в итоге ему пришлось пойти на жертвы. Якобы ради спасения всех остальных. Это мне все слишком знакомо еще по первому сезону. Вот я вспомнила Бена, который вражеской группе отдавал припасы и медикаменты. Я вспомнила Лили, которая что она делала? Она, конечно, тогда заметила пропажу всего этого продовольствия. Но она же по-моему и начала урезать для всех порций еды. И многие считали это несправедливым и просили Лили как-то на нее повлиять. Однако что он мог сделать? На нее тоже навалилось многое. Она делала все, что могла. Как оказалось, это было довольно-таки тяжело. здесь же Марлон парнишка. Ну, на вид ему сколько? Ну, лет 15 всего, да? Вот чего от него ожидать? Он и так уже наверное сделал многое. И поставь вместо него Асима, поставь вместо него Луиса, там, Амара или кто у них там еще был из парней или даже из девочек. Вряд ли бы что-то, мне кажется, изменилось. Если поблизости и вродила какая-то вражеская группа, причем состоящая из взрослых, то рано или поздно все равно бы какой-то договор-недоговор пришлось с ними заключать. Поэтому я не могу винить Марлона. Я не могу его винить, но я и не могу оправдывать его поступок. Конечно, то, что он сделал, было плохо, тем более, что он соврал Тену. Тайна всегда становится явным. Вот, что, собственно, эта игра и раскрывает. А ведь Клем могли и не поверить. Наверное, если бы мы не были добры со всеми окружающими, если бы мы не общались с Луисом, если бы мы плохо как-то общались с Валит. Но вообще, я думала, я правда думала, что она мне не поверит. Типа, я с ней не так много времени проводила, не сходила с ней на реймбалку, там, и вообще как-то сказала ей, когда мы в карты играли, что она, скорее всего, умрет первой, но пока что она жива. И она и Луис. И это хорошо. Умер тот, как бы, на кого я даже и не думала, если честно. Вот. странно это все. Я не знаю, что теперь будет. Возможно, на место Марлона встанет Аси. Возможно, Клементину и Эйджей попытаются изгнать. Хотя, скорее всего, нет. Она же все-таки как бы победила. Возможно, ребята захотят, чтобы именно она встала во главе этого Эриксона. Но то, что сделал Эйджей, черт побери. С одной стороны, хорошо, что он умеет стрелять. С другой стороны, он совсем не похож на Клементину. Он не такой, как она. Они разные. Наверное, это объясняется тем, что Клем какое-то время все-таки пожила в нормальной семье, когда еще не было никаких зомби. А Эйджей же новичок в этом мире. Он практически ничего не знает и правда ведет себя как дикарь. И сколько ему ни говори, сколько ни пытайся его учить каким-то человеческим манерам, например, есть с помощью ложки или спать на кровати, он все равно предпочитает действовать инстинктивно. Клем для него самое главное. То, что он должен защищать. И он так и сделал. Он защитил Клем, и он прав в этом. Но как к этому отнесутся ребята, я не знаю. Просто не знаю. Так, а зачем я нажала эту кнопку? У нас же нет связи с сервером Телтейл, поэтому нам надо просто пойти дальше. А, смотрите, то есть выборы мы можем посмотреть уже тут. Вы оставили Тена озлобленным. Тен отнесся с пониманием, когда вы проявили нерешительность при первой встрече с ним. Когда вы разрешили ему нарисовать ваш портрет, он подарил вам рисунок. Ну, то есть мы оставили его озлобленным, скорее всего, на Марлона и на себя. Броди умерла, а могла не умирать? Интересно. Она была потрясена, когда вы преуменьшили последствия встречи с Абелем. Хоть бы подробнее нам все-таки рассказали. Вы оставили Вайлетт виноватой. Ей не понравилось, что вы приняли заигрывание и флирт Луиса. Ох, господи ты, боже мой, с тобой мне надо было флиртовать, что ли? Ой. Вайлетт, было очень приятно, что вы поговорили с ней в спальне. Ну вот, если бы мы на Луиса не повелись, то, возможно, она бы нам еще раньше поверила. Так, а остальные? Вы сделали Эйджия закаленным. Вы смогли утешить Эйджия, и он заснул на кровати. Он одобрил нападение на Абеля у вокзала. Вот, скорее всего, он на это посмотрел, и поэтому решил напасть на Марлона. Вот и все. Он же ребенок, он как губка впитывает. Вы оставили Луиса с разбитым сердцем. Ему стало одиноко, когда вы отправились охотиться на кроликов вместе с Асимом. Слушай, чувак, а что мне, надо было что ли встать с тобой и лупасить по несчастному зомбику, который даже в ответ ничего не мог сделать? Как-то тупо выглядело, если честно. Уж прости, если тебя это обидело. Когда вы рассказали про убийство близкого человека, он посочувствовал вашей потере. Ну, он, конечно, парень неплохой, но временами ведет себя как идиот. Марлон умер. Марлон обозлился, когда вы подрались с ним во дворе. Он был горд, что вы доверились ему в деле с Розе. Вот это вот, кстати, да, было обидно, потому что он с самого начала так хорошо к нам отнесся. И покормил нас, и со всеми познакомил, и научил не бояться эту собаку, вот хотя бы эту конкретную собаку. А потом оказался таким жалким трусом. Да. А Марл был рад, что вы заглянули к нему перед ужином, но мы же со всеми тогда должны были поговорить, как бы, Руби одобрила то, что вы научили Эйджи о манерах во время ужина. Вы не успели получше узнать Митча, а как вообще с ним можно было пообщаться? Он тоже, наверное, где-то был рядом с ребятами, я просто не видела реально, где он сидел, и я его даже имя не знаю. А Симу понравилось, что вы отправились с ним охотиться на кроликов, хотя ни одного я не подстрелила. Марлен помог вам укрепить отношения с Розе, я надеюсь, она не будет на меня кидаться и перерычать. И вы очень понравились Вилли с самой первой встречи. А Вилли, ну да, он тогда так стоял на нас, смотрел, пялился. Ну ладно. Во время прохождения эпизода вы собрали предметов три из шести. Смотрите, пропустили какие-то рога, какой-то череп еще какая-то ваза с цветами. Ну вот же вроде мы цветочки-то собрали, все еще надо было. Ну ладно. Я не отношу себя к категории таких маньяков, которым прям все-все-все надо найти для полного прохождения, погружения, не знаю. Поэтому меня это не сильно расстраивает. Я довольна тем, что имею. Ну что ж, теперь нас ждет собственно второй эпизод, который будет называться Обездоленные дети. И мы с вами начнем его прохождение уже в следующей серии. Ну что ж, что тут сказать. Вроде бы все уже прокомментировали, обсудили. Теперь буду ждать ваших комментариев. Пожалуйста, пишите их. И я надеюсь, вам нравится это прохождение. Хотя я своими выборами, конечно, не всегда бываю довольна. Всем большое спасибо, что смотрели. Увидимся.